Всем привет, дорогие коллеги! Как меня видно, как меня слышно? Ага. Всё, замечательно, поехали эти же с вами. Сегодня у нас запоздалые итоги по каталогу номер 2. Скоро уже заканчивается наш двухнедельный третий каталог. Вот, по всем очень соскучилась, соскучилась по вебинарам. Готовлю новых вебинаров много на пару с Оленькой Дубягой. Поэтому ждите. Вот, скоро будет более плутное сопровождение ваших новичков сразу после регистрации. Вот, немножечко забежим вперед, что мы там с Олей надумали. И, конечно же, подвести итоги по каталогу номер 2. Грех не подвести, потому что у нас с вами 5 новых директорских заявок. Вот, и это, конечно, очень радостно. Товарооборот наш с вами составил 267 тысяч баллов. Это говорит о том, что мы с вами очень дружная команда, что мы с вами один за всех, все за одного, что мы с вами все друг другу помогаем. Ну, конечно, структурный чат, чат структуры Кононовых, профильные чаты по соцсетям, да, то есть чаты по продукции, они просто кипят. Они просто шикарные. Вы друг другу помогаете. Низкий поклон всем вам. Ага, Марина, вижу, пишет, с Мариной мы недавно встречались в Екатеринбурге, пусть немножко, но хотя бы немножко. Вот, были мы там проездом, была очень рада встрече, вот, с Мариночкой. Вот, ну, и, конечно же, прирост новичков у нас с вами 3848 человек. Это очень крутая сумма, это очень крутой приток людей. Конечно, мы с вами будем на следующем вебинаре уже учиться, уже обучаться, как их запускать правильно. Я считаю, что нам с вами все нужно будет повторить. Итак, ну что ж, хочу сказать, что я окажусь в первую очередь вами, потому что это ваш результат. И все вы знаете, что нас две недели не было, что мы в закрытии каталога не участвовали, да, то есть мне помогала закрыть каталог именно Ирина Менчикова. Вот, и, если честно, я очень рада, что вы у меня такие крутые, самостоятельные, сильные лидеры, да. Даже у нас есть новая серебряная заявочка. Вот, да, Ириночка. Вот, ну что ж, поехали эти с вами. Итоги каталога номер два. Открытые директорские заявки и открытые топ-лидерские квалификации. Ну что ж, топ-лидер проекта, старший лидер, 12% в новом звании Елена Кошкарева, Россия, город Санкт-Петербург. Так, поздравляем Леночку, зовем в Турцию, если еще это возможно, да. То есть, и, конечно же, зовем всех топ-лидеров на уровень директорства. Вот, да, Лена умничка, молодец, так держать. Следующая заявка, это Светлана Золотарева. Пишет мне Светлана только тогда, когда открывает новый уровень, да. То есть, вот до такой степени на проекте все схвачено, до такой степени на проекте стартовало новое обучение, что лидеры, не общаясь даже с наставником, могут расти и развиваться. И Светлана тому пример. На самом деле, Светлана мне в прошлом каталоге написала, Аня, я на 12 вышла. В этом каталоге она написала, Аня, я на 15 вышла. Вот, в принципе, и все наше общение со Светой, и это серьезно так. И это очень приятно, что в нашей компании есть, в нашем, да, проекте есть такие крутые топ-лидеры. Вот, так что, Светлана Золотарева, новый вице-директор, 15%, полторы тысячи баллов по структуре, Россия, Новый Уренгой. Поздравляем Свету, огромная умница. Старший вице-директор, 19%, Алла Гасанова, Казахстан, город Житикара. Что хочу сказать про Аллу? Вы не заметили, она участвует во всех конкурсах, это во-первых. Во-вторых, Алла – это тот человек, который очень часто мелькает в новых званиях на наших планерках. Все, наверное, уже к ней привыкли, и все уже воспринимают так, как надо, Аллен Рост. А вот не тут-то было. Так быстро расти – это нужна огромная энергозатрата. И низкий поклон Аллочке за ее постоянные, новые, практически ежегодоложные звания. Алла, низкий тебе поклон, ты огромная умница. Новый топ-лидер проекта, новый директор – Светлана Павлова, Россия, поселок имени Морозова. Светочка не только директор, но она еще и работает по совместительству. У нее очень творческая профессия, она фотограф. Вот, молодец, Света. Ждем тебя, конечно же, в Турции. Ждем, чтобы ты квалифицировалась. Ну, ВИПом Света уже стало давно, поэтому одно условие у нее точно выполнилось. Осталось подтвердиться и поехать вместе с нами в Турцию за счет проекта. Итак, топ-лидер проекта – директор Ольга Ложкина. Россия, город Казань. Оля, ждем тебя обязательно в Турции. Подтверждаемся, становимся ВИП-консультантом и ждем встречи. Недавно, кстати, мы в Казани были. Новый топ-лидер проекта – Антонина Камоликова. Россия, город Каламна. Антонину тоже ждем в Турции обязательно. Прям вот уже вы все, вы сделали, вы выполнили условия. Осталось только прирасти и получить премию 55 тысяч рублей и стать ВИП-консультантом. Новый топ-лидер проекта – директор. 23% – Ириночка Малеренко. Россия, город Челябинск. Огромная умница, очень внимательна к своей команде. Все у нас хорошо и пусть так же будет хорошо и дальше. Молодец, Ириночка, болеем за тебя. Плотно общаемся и в чатах, и в личку. И ждем, конечно, дальнейшего роста твоего. Вот новый топ-лидер проекта – серебряный директор. Это уже две директорские веточки. Ирина Николаева помогла двум людям стать успешными и хорошо зарабатывать. С помощью Ирины выросло два топ-лидера, два директора, которые сейчас наравне с другими директорами проекта начали хорошо зарабатывать. Поэтому, Ирина, ждем тебя в золоте, ждем тебя в Турции, ждем встречи с тобой. Желаю тебе минимально золота, ну и максимально, как минимум, бриллианта. На бриллианте еще можно расслабиться, потому что там уже точно ты все премии соберешь, и это круто. Поэтому, конечно, до уровня бриллианта стоит поработать, стоит уделить время своей команде. С Ириной мы несколько раз виделись. Это умница, красавица, скромница, но очень энергичная девушка. Молодец, Ириночка, очень рада за тебя, дорогая наша. Итак, из закрытой директорской квалификации у нас с вами тоже их немало. Во-первых, у нас получила премию Танюша Шалобродова за подтверждение уровня директор. Единовременную премию в 55 тысяч русских рублей помимо выплат. То есть, Танюша в этом каталоге получила и за директорство денежку, и еще и премию сверху. Россия, город Ставрополь. Поэтому, конечно, наша широченная география говорит о том, что мы можем с вами работать с разных концов мира. И это здорово. И друг друга поддерживать в наших чатах, да, и быть постоянно вместе. Ну что ж, Танюша, обязательно, обязательно ждем тебя в Турции. Поэтому очень хочется встречи с тобой. Вот, далее. Директор 23%. Наталья Прокопьева. Россия, город Гбарнаул. То же самое. Наташа получила и выплаты за структуру, и дополнительно сверху Наташа получила еще и премию в 55 тысяч русских рублей. Молодец, Наталья. Умница. Все, наверное, видели мои поздравления на песке. Старалась. Как мы рисовали эти поздравления, это, конечно, не в сказке сказать, не пером описать. Мы решили, чтобы было видно, нужно рисовать ближе к морю, да. И только мы дописываем последнюю букву, бежим, встаем на тот конец, чтобы сфоткаться. Нет, Алла Коса, на нас никто не смотрел, за нас, наоборот, все болели. И собралась такая толпа болельщиков, да. То есть я, когда с утра встала, увидела, что пошли новые директорские заявки, новые подтвержденные заявки. Я такая довольна, говорю, все, Антоха, одеваем наши футболки, Фаберлик Онлайн и бегом на пляж. Да, то есть мы прибежали на пляж с утра в 6 утра по Таиланду. Это было на 4 часа меньше в России. И стали делать вот эти вот фотографии. Это, конечно, было классно. Сделали фото еще такое или Свете Павловой. Она в себя не верила, но так получилось, что верила в нее я. И вот вы знаете, Света Павлова все-таки открыла директора. Но на тот момент, когда мы ей делали это фото, ей не хватало 300 баллов по структуре до уровня директора. И она сделала за несколько дней, меньше чем за 3 дня, это точно уровень директора. Она сделала 300 баллов прироста. Вот. Как мы успели написать? То есть по ту сторону стояла Аня Осипова, фотограф нашего проекта. Все вы ее знаете, все вы ее практически видели на ассамблее, на нашей мини-ассамблее Фаберлик. Вот. Светочка, да, конечно, это говорит о том, что у Светы классная дружная команда. Да. И это очень важно сейчас понимать, что если бы Света плохо работала со своей структурой, относилась бы к ней невнимательно, то, понятно, она бы эти 300 баллов за несколько дней не сделала. Да. То есть вот. А я знаю, просто понимаете, есть лидеры, которым не хватает 300 баллов до уровня директорства. Но они, к примеру, я чувствую, что у них чат не такой позитивный, у них чат меньше общается. А у Светы прям такая хватка железная, да, один за всех, все за одного. У нее такая дружная команда, что я знала, что она это сделает, потому что она в самом начале сделала очень большой вклад души и сердца в свою структуру. Очень была внимательна ко всем своим девочкам. И, конечно, когда настала очередь попереживать за Свету, они прям все объединились и, да, вытащили Свету за собой, потому что Света – это суперлидер. Вот в чем суть, понимаете. Для кого-то 300 баллов – это безоблачно, а кто-то делает и больше 300. Практически вот кажется, ой, в неоплаченных меньше 300 баллов. Как же я это сделаю? А сделала. Света взяла и сделала. Вот в чем суть, понимаете. Вот что значит дружная компания, вот что значит дружная структура. Ну что ж, Свет, теперь ты должна, в принципе, да, отдать свой долг и сказать всем, что я вам сейчас помогу стать директорами. Поэтому теперь твоя задача – стать драгоценным директором, а твои девочки, чтобы стали на 23% на уровне директорства. Вот. И тогда, конечно, у нас начнется надежная, стабильная, крепкая структура. Конечно же, каждый лидер, который пришел к нам на проект, он должен стараться, чтобы его девочки, да, мальчики, вновь зарегистрированные консультанты, которые пришли на третий вариант на бизнес, обязательно стали директорами. И вот тогда начнется очень даже хорошее, как вам даже сказать, хороший приток энергии назад, когда вас уже будут поддерживать реально крутые лидеры вашей команды. Я это испытала, я это все говорю со своих слов, со своих ощущений. Так вот, как же делались эти фотографии, да, то есть мы подбегаем ближе к морю, рисуем, иногда это все успевает смывать волна, мы рисовали заново, нам было весело, вокруг собралась толпа болельщиков, и мы смеялись. Вы знаете, нам было так весело рисовать эти картинки, потому что какой-то там спортсмен мимо пробегал, пробежался по словам, а там стоит толпа человек, там, по-моему, 15 точно было, и все так, о-о-о, на него там, давай рисуй заново, да, и мы прям хохотали, мы хохотали до слез, да, и на некоторых фотографиях вы видели, я прям была лохматая, потому что несколько раз кверху попой я там ползала по пляжу, рисовала. Да, эмоций было много, было классно, и это так, ну, немножко спортом, грубо говоря, позанимались, да. Да, и если честно, там Таиланд, это страна улыбок, и, конечно, очень много людей вокруг нас собралось, и болело, успеем мы, не успеем, и, ну, в принципе, даже никто над нами не посмеялся, да, никто вообще, это было очень увлекательно, тем более там было очень много русских, да, и русские-то понимали, что мы пишем там, что мы сетевики, что мы такие сетевики, что мы ничего не боимся, ничего не стесняемся, да, то есть, ну, это, конечно, было здорово. Вот. Ну что ж, поедемте с вами дальше поздравляться. Новый топ-лидер проекта, не новый топ-лидер проекта, но новый получатель премии, я бы так сказала, это наша Олечка Созиева, добрая, милая, классная, виделись с ней, маленькая, миниатюрная, но очень сильная, очень сильная и смелая. Вот. Оля у нас живет, Россия, город Ростов-на-Дону. Поздравляем Олю. Она закрыла уровень старший директор, да, и получила премию или 27 500, или 82 500 рублей. Вот. Ну что ж, поехали с вами дальше. Олечка, огромная умница. Продолжай дальше, помогай своей команде. И, конечно, у Оли дорога не совсем ровная, да, то есть, были реально серьезные проблемы, но она все пережила, и я вижу приросты в ее структуре. Оля не сдается, Оля огромная молодец. Это говорит о том, что сила в лидере есть. И это просто замечательно. Ну, конечно же, не можем мы не поздравить себя, потому что этот долгожданный статус мы открыли, очень тяжело его подтверждали в двухнедельной каталоге, очень сильно уставали, слава Богу, что у нас их убрали, да, с одной стороны, потому что подтверждаться было намного сложнее, и старший международный директор мы, конечно, подтвердили. И кто знает премию, которую мы получили, напишите, пожалуйста, кто знает, да, то есть мы получили за этот каталог вместе с премией, да, да, полтора миллиона рублей, да, полтора миллиона рублей только премии без выплат за структуру. То есть мы получили миллион девятьсот восемнадцать тысяч, по-моему, да, то есть вот такая вот крутая, обалденно крутая сумма, в которую хлопаешь глазами и думаешь, блин, оно правда ко мне придет вот на счет, да, вот оно пришло, ух ты, Антон, смотри, оно пришло, да, то есть это, конечно, очень приятно, это волнительно, хотя я знала, что я ее подтвержу, хотя я знала, что нам придет такая огромная сумма денег, да, но вот есть в этой премии немножечко, вот знаете, может, я вас сейчас расстрою или внесу негатив, но есть немножечко грусти, почему? Потому что мне бы вот хотелось, чтобы вот вы так же смогли, чтобы у вас так же все получилось, и недавно, где-то, может, недели три назад, вы, наверное, видели мой пост, что кто-то написал мне в личку, что нас невозможно повторить, это только мы одни такие, что нам повезло, так вот, я вам хочу сказать, что в моей структуре есть Светлана Спиридонова, у нее отдельный проект, она растет самостоятельно, мы с ней очень редко общаемся, и я хочу сказать, что она сделала старшего национального директора за два года работы, она его сделала, и это результат намного быстрее, чем наш результат, поэтому и пришла она позже, чем мы, да, то есть мы три года на проекте, она два года как зарегистрирована, и считайте, разрыв целый год, разрыв целый год работы, это 365 дней, она, грубо говоря, меня обгоняет, и это очень приятное ощущение, мне, конечно, бы хотелось, в век технологий, в век старта в интернете, мне бы очень хотелось, чтобы все меня могли повторить, а не только мы, поэтому, конечно, старайтесь, и, конечно, у вас все получится, и кто вам говорит, что это невозможно, так вот, извините меня, это все возможно, и когда я пришла на проект, то я понимала умом и делом, куда я иду, зачем я иду, но я не планировала такой высокий статус, я просто шла за своей командой, я просто переживала за каждого, я просто проводила вебинары через день, и вы знаете, оно дало результат, и вам результат этот тоже будет дан, если вы, конечно, возьметесь и, грубо говоря, заболеете этим, да, то есть, да, последний год меня уже особо нигде не видно, меня уже особо нигде не слышно, наши директора забрали эстафету, ведут сами вебинары, это круто, это здорово, в команде появилось огромное количество лидеров, но то, к чему я шла, я считаю, что я к этому еще не дошла, почему? Я иду не за новыми званиями, я сейчас иду за новыми званиями в своей команде, за новыми директорскими заявками, за новыми драгоценными заявками, и сейчас это важно мне, почему? Потому что такое чувство, да, иногда возникает, да, даже у лидеров, даже высоких рангов, что как будто я что-то недоучиваю, а дай-ка я всех соберу, еще раз расскажу, да, то есть, а дай-ка я сделаю то, а дай-ка я сделаю это, да, то есть, ну, конечно же, после отдыха с новой волной я буду проводить новые директорские вебинары, новые топ-лидерские вебинары, вот, и, конечно же, будет конкурс, будет конкурс у нас с вами новый объявлен, и мне хочется, конечно же, победителей, и еще мы решили с мужем, да, может быть, кто-то из директоров не знает, первые тройки драгоценных директоров с уровня золота, поеду в Турцию бесплатно за наш счет с Антоном, вот, поэтому, конечно же, будем дорабатывать, я буду тащить вас за уши, драгоценный состав проекта, а дело ваше, идти туда или не идти, самое главное, это, конечно, рекрутирование, вот, спасибо, Олечка, вот, ну что ж, поздравляем всех лидеров с подтвержденными званиями, и с открытыми новыми званиями, все молодцы, поздравляю всех с премиями, вот, потому что премия в 55 тысяч рублей, я помню, как я ее получила, я думала, боже мой, куда я ее дену, куда я ее дену, это было очень волнительно, потому что, когда мы получаем, допустим, каждые три недели, 30, 30, 30, 30, раз пришло почти 90, вот сидишь и думаешь, Господи, куда так много, куда их деть, да, и это, конечно, очень радостно, вот, конечно же, стремиться к новой цели Оксану нужно обязательно, все мы пришли с нуля, все мы полежали в окопах, прежде чем выйти на директорский уровень, да, и стать генералами, да, то есть, конечно же, сейчас ваша задача, также выйти, как минимум, на директорский уровень, вот, ой, спасибо большое, я сейчас забуду, что говорить, вы меня так сильно-то не хвалите, вот, поэтому всем желаю премий, статусов новых, и, конечно же, от чистого сердца, хочется вам пожелать, чтобы вы загорелись мечтой, каждый год за счет компании, ездить в разные страны мира, да, чтобы ваши мечты сбывались, исполнялись, кто-то хочет квартиру, кто-то хочет машину, кто-то просто хочет жить достойно, чтобы не успеть потратить первую зарплату, а уже вторая пришла, то есть, вот сейчас, на данный момент, мы так живем, я вам не стесняясь, говорю, что мы так живем, и мне хочется научить каждого так жить, поэтому будем с вами учиться, будем с вами обучаться, скоро будет новая волна всего-всего, Оля Дубяга мне очень сильно сейчас помогает, мы с ней все это вдвоем делаем, ну, что ж, дорогая команда, поехали с вами дальше, конечно же, браво, конечно же, бурные аплодисменты всем, всем, всем участникам, потому что без вас не было бы нас, так ведь, и без нас не было бы вас наоборот, да, то есть, все это взаимно, все это только если вы верите в нас, и только если мы верим в вас, потому что только вместе мы рядом, а вместе мы умеем быть очень хорошо, итак, у нас с вами сейчас будет три конкурса, давайте по ним быстро пробежимся буквально минут 10, и потом объявим четвертый после розыгрыша этих трех, ежекаталожно, у нас с вами разыгрывается три конкурса для всех, абсолютно для всех, кто находится в структуре кононовых, не важно кто ваш прямой директор, то есть, Дарья Пахильчук, Ольга Дубяга, да, то есть, Наталья Прокопьева, не важно, абсолютно не важно, вот, вы в структуре кононовых, и вы прекрасно знаете, что вы все можете участвовать, так, первый конкурс, да, то есть, он очень простой, если вы делаете 50 баллов, да, то есть, к вашим привилегиям, ко всем, дополнительно добавляется розыгрыш в 500 рублей в конкурсе, не важно на каком бы процентном уровне, пусть вы будете директором, пусть вы будете лидером, который вот вчера эти 53%, извините, да, пусть вы будете лидером 3%, вы все равно имеете право сделать скриншот в этот плейлист, и можете выиграть 500 рублей, значит, вы выкладываете скрины своих выплат, в фотоальбоме, который создается ежекаталожно, и который я рассылаю по чатам в начале каталога, и участвуете в денежном розыгрыше по генератору чисел, в этом каталоге, честно скажу, я его выложила поздно, поздно, потому что, ну, вот не успела, да, то есть, не успела, забыла, если честно, заотдыхалась, вот, но я исправилась, все хорошо, и каждый каталог, альбом новый, и мы выкладываем, допустим, по итогам, каталога, скриншоты, да, то есть, если сейчас у нас с вами идут итоги каталога 2, то там должны быть скриншоты, только итоги каталога номер 2, если вы сделаете итоги каталога номер 1, понятно, что я буду удалять такие скрины, то есть, только по итогам данного периода, вот, то есть, если вы делаете 50 баллов, у вас еще дополнительная привилегия появляется, вдруг вы выиграете 500 рублей на свой регистрационный номер, думаю, найдете, куда их деть, духи там себе купите или еще что-то, итак, значит, как я сказала, разыгрывается полторы тысячи рублей между тремя участниками, первое, скрины без регистрационного номера в розыгрыш не принимаются, потому что очень сложно найти участника, да, то есть, когда скрин выложен, и мы не понимаем, кто это, да, то есть, все равно хотелось бы, чтобы было видно регистрационный номер ясно, четко и открыто, далее, скриншоты принимаются до первой пятницы от начала каталога, это уже будет действовать со следующего периода, что до первой пятницы я буду плейлист сделать, понедельник, вторник, высылать в чат структуры Кононовых, и вы будете выгружать свои скриншоты в альбом, далее, выкладывание, и уже не первый раз это повторяю, в этот раз пожалела, была девушка, которая четыре скриншотов выложила одинаковых, дабы повысить свой шанс на выигрыш, этого делать нельзя, да, то есть, выкладывание двух, трех, четырех скриншотов на один конкурс, это удаление из участников, по розыгрышу, да, то есть, только в следующем розыгрыше вы сможете участвовать, да, то есть, давайте будем с вами открытыми, честными, все-таки есть такое слово, как доверие, да, то есть, и мне меньше вот это все, как сказать, вот это сидеть и проверять, да, то есть, вот, и самое интересное, что есть такая вещь, как карма, все это возвращается, поэтому в Таиланде очень сильно верят в карму, и я что-то тоже очень поверила в нее, поэтому давайте с вами будем честными и открытыми, и мир с нами, то к нам тоже повернется честностью и открытостью, и так, если выигрывает директор и выше, то этот директор сам выбирает призера в своей команде, то есть, ему пересылается приз на его рекномер, а он уже этот приз потом, или на карточку, да, и потом он этот приз разыгрывает в своей команде, между, с участниками своих каких-то личных конкурсов, да, или как бы самому лучшему рекрутеру, например, да, слайды есть, розочка, перезайди, перезагрузись, все есть, и так, далее, конечно же, каждого победителя, я буду просить, выслать мне в личку, не в скайпе, а в телеграме, свою фотографию, простите, не исправила, не заметила, вот, обязательно высылайте свое фото без напоминания, и мы вас поместим в свою группу, что вот вы такая-то, такая-то выиграли, вы эту фото можете взять себе, можете рассказать своим, своей команде, что вот при участии в конкурсе я победила, участвуйте тоже, да, то есть, все равно пойдет ажиотаж, все равно пойдет шевеление по ваших структурам, да, все равно люди любят выигрывать, да, люди любят выигрывать, я сама люблю во что-то такое поиграть, поэтому у меня всегда много вот таких конкурсов, итак, второе, это конкурс изюминка, вот, конечно же, все делают у нас с вами заказы, да, практически ежекаталожно, и кто-то идет по стартовой программе, поставьте плюсики, кто идет по стартовой программе, нет, лучше напишите слово стартовая, а тут вот у нас сейчас с вами вереница плюсов будет, да, напишите слово стартовая, да, забирайте призы по программе Фаберлик Клуб, кто забирает по клубу, напишите слово клуб, вот, получайте призы, там, допустим, за какие-то покупки, за бонусные карты, да, то есть за все, за все, за все, это тоже очень часто выбирается, да, карточки, твой бонус, кто их уже активировал, да, напишите слово я, то есть привилегии статуса ВИП, под кого компании регистрируют людей, напишите ВИП, да, то есть чтобы все видели, что да, вот, и конечно же, не только ВИП, это регистрация, это еще забираем продукт с 70% скидкой, да, вот, забираем по купонам 50% скидки, это тоже крутые, да, то есть можно, конечно же, очень выгодно купить несколько десятков товаров, вот, да, то есть, конечно, когда вы снимаете про все про это в видео, неважно с экрана или в живую, да, вот вы, допустим, вот я забрала по программе Фаберлик Клуб, витамины Куэнзим Ку-10, да, вот для чего они нужны, они мне достались бесплатно, в каталоге они стоят столько же, приходите в Фаберлик, регистрируйтесь в Фаберлик, будьте хотя бы простыми, покупателями, и вы увидите выгоду, да, то есть вы себя порекламировали, вы рассказали своей команде, что на самом деле вы держите подарок в руке, да, Оля молодец, Оля, она уже три набора ювелирки за все это время забрала, хотя ювелирная бижутерия, она стоит немало, но все равно Оля забирает, да, то есть, и что получается, получается, что вы, во-первых, на Ютубе о себе расскажете, во-вторых, вы расскажете об этом своей команде, в-третьих, вы пойдете на конкурс изюминка, то есть, на изюминку не принимаются обычные обзоры одежды, да, вы заказали себе футболочку, вы показали, как эта футболочка выглядит, это не то, это не то, должна быть какая-то изюминка, поняли? вот это очень обязательно, потому что у двух людей я не взяла конкурс на изюминку, в этом каталоге они на меня немножко обиделись, но давайте будем честными по отношению к другим участникам, которые стараются снять именно про изюминку, кто-то умудряется снять два-три ролика на один конкурс изюминка, да, кто-то рассказывает про VIP привилегии в одном ролике, в другом ролике про Faberlic Club программу, да, то есть показывает эти все подарочки, в третьем ролике рассказывает про подарки по стартовой программе, у них получается три ролика, да, то есть вот это вот здорово все, поэтому, конечно же, тут розыгрыш идет выше, потому что вы стараетесь, вы уже становитесь видеографами для себя, для проекта, для своей команды, и тут будет разыграно 5000 рублей между пятью счастливчиками, через генератор также случайных чисел по 1000 рублей, вот, три ролика можно, да, 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 но чтобы они были на разную тему, конечно же, вот, и посылаем мне или Антону Кононову в скайпе или в телеграме, ну, конечно, желательно в телеграме, в скайпе мы очень редко заходим, я вот сегодня первый раз за две недели зашла в скайп, посмотреть, если там что-то по нашим конкурсам, чтобы их успеть добавить, да, то есть я сомневаюсь, что эти люди видели, что я дарю бонусные карточки, кстати, у меня их еще очень много осталось, раздарила целую пачку, вот, вот такую вот пачку я отложила в сторонку, вот это вот раздарено, и еще вот сколько в коробочке осталось, поэтому пишите, очень дорогие участники, изюминки конкурса, мой рост, обязательно нашим видеографам структуры Кононовых, я эти карточки, да, раздарю, еще много, вот, да, изюминка это то, что выгодно, выгодная скидка, выгодный подарок, да, то есть все, что выгодно, любое, главное, чтобы выгода, да, Ирина, вот Ирина в скайпе, ну трое, трое было в скайпе, вот, и бонусы можно, все можно, да, то есть директор, желающий участвовать в конкурсе, изюминка, вот, допустим, Наталья Прокопьева, она пишет, здравствуйте, я лидер компании Фаберлик, интернет проекта Фаберлик онлайн, вернее, директор, да, простите, да, я директор компании Фаберлик, и в этом видео я вам покажу и расскажу, как мне компания заплатила бонус 55 тысяч рублей, чем вам не изюминка, конечно, и это, во-первых, доказывает то, что вы на самом деле зарабатываете деньги, это видео вы можете разослать в чат новичков, и новички будут видеть, что не только я, извините, одна зарабатываю, зарабатывают весь наш проект, и немаленькие деньги, так ведь, вот, не за что, не за что, еще кому надо, карточек будет, если их все-таки не разберут, то я начну раздавать их между теми, кто у меня их просил, буду в Телеграме искать по переписке, еще буду фотографии скидывать, вот, очень много осталось, просто, вот, хочется и подарочков вам за рубрику, чтобы подкинуть, и все, да, то есть, вот таким вот образом, взяли, сняли, отправили, да, вот, все, поехали с вами дальше, обещала 10 минут, обязательно фото, обязательно фото победителей, да, которых мы сейчас разыграем, прям очень надо фото, вот, вот, далее, так, полила динамик, извиняюсь, отвлекаюсь, у меня тут кофе стоял, и вылился на телефон, кошмар какой, и так, и последний конкурс, мой рост, я считаю его самым лучшим, самым позитивным, и самым классным, потому что, когда у вас есть рост, и вы показываете этот рост, в ежекаталожном ролике, на ютубе, в своих группах, да, то есть это бренд, это бренд, который ничем не заменишь, когда у вас есть доказательства вашего роста, когда у вас есть люди, новое звание в вашей команде, когда хотя бы на 100 баллов вы прирастаете, это уже рост, хотя бы на 1 балл, и вот этот, как сказать, да, клип, обязательно, не жить, не быть, надо создавать, прям обязательно, каждому директору проекта, и надо создавать каждому лидеру проекта, от 6% все уже могут участвовать в конкурсе «Мой рост». Почему? Потому что у 6% лидеров уже есть 3% лидеры, поэтому очень важно уже начинать развивать свой бренд, не только ради участия в конкурсе, а ради себя, своего будущего, и ради того, чтобы ваша команда видела, что вы действительно растете, а не сидите где-то там тихонько, что вас нигде не видно и не слышно. Карточки только тем, кто участвует в видео «Мой рост» и в видео «Изюминка» по итогам этого каталога. Вот, вот, вот. Тут даже не дело в том, что снимайте ролики ради того, чтобы выиграть тысячу рублей на рек-номер. Нет, это приятный бонус. Самое главное, что вы должны понимать важность этого, что вам это надо, если вы это не показываете своей команде, ваша команда и будет думать, что что-то у нее ничего не получается, а что к чему, а что не так, да. То есть, ну, не должно быть так, должно быть наоборот, должно быть все как вот, да, допустим, мне очень часто спрашивают, Аня, вот, вы редко делитесь, как вы растете, извините меня. Начиная с 6%, я до уровня старшей национальной ежекаталожной снимала этот ролик, ежекаталожной снимала этот ролик и рассылала по чатам. Это сколько месяцев подряд, это сколько каталогов подряд я снимала этот ролик. И всегда говорила, спасибо, моя дорогая команда, да. То есть, и это нужно делать обязательно и на постоянку, даже не для меня, даже просто для себя. Вот. Итак, значит, как только мы разыгрываем призы, сразу после розыгрыша открывается новый плейлист по конкурсу «Мой рост» и по новой изюминке. Вот. То есть, сроков на участие нет. Если вот вы сейчас создали ролик и поняли, что вы опоздали его, и вы уже не можете его послать, то вы ошибаетесь. Вы можете его послать, и он будет просто в следующем конкурсе, он идет в следующий конкурс. Вот. Вы можете создать любое количество роликов на один розыгрыш, чтобы они отличались друг от друга. Да. То есть, умудряются создать ролик. Привет, я забрала, допустим, что это у меня? Гидрейн. Да. Я забрала Гидрейн по акции, а потом с другой стороны, да, новый ролик. Привет, Гидрейн по акции я забрала. Да. То есть, чтобы такого не было, чтобы подарки были разные. Вот. Умудряются всякое. Я улыбаюсь, сижу, да, то есть, ну, как бы это, да. Вот. Плейлисты «Мой рост и изюминка» доступны в открытых плейлистах Ютуба Кононова Яны. Да. Умудряются. Поэтому вот. Все вам рассказала, все вам показала. Буду ждать ваши фотографии, и сейчас мы с вами начнем разыгрываться. Да, насмешила, да. Ну, вот и такое бывает. Итак, включаю демонстрацию экрана. Так, запустить. Мне нужно хотя бы 5 плюсиков, 5 свидетелей того, что вы видели розыгрыш. Так, я не приготовила ручку. Сейчас быстренько ее возьму. Так, все, плюсики есть. Демонстрация экрана есть. Ну, что ж, поехали. Смотрим. При вас. Так, у меня тут Google документы открыты. Я нажимаю генератор чисел и Enter. Нахожу генератор чисел. Ну, отдавайте наш полюбившийся уже. Я хотя бы им не надо разбираться мгновенно, как пользоваться. Так, это у нас будут скринни. Долго грузится. Итак, скрины. Так, 86 фотографий. Прибавиться уже не должно. Я закрыла их. Так, все. 86 фото. Пожалуйста, ссылочка на альбом. Ссылочка на альбом. И поехали с вами. Значит, 86 человек. Всем видно, да? Итак, поехали. Трое человек. От 1 до 86. Фу, какая-то реклама тут везде, да, стала. Был такой чистенький, а сейчас весь в рекламе стал. Ну, ничего. Так, и 3 случайных чисел. И галочка исключить повторение. Ну, что ж. Та-дан-та-дан. Значит, 9, 15 и 26. Далеко решил не ходить. Ну, что ж. Поедемте смотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, вот у нас 9. Так, значит, кто у нас выиграл? Ефимова Инна Георгиевна. Так, регистрационный номер 708. Пятьсот девяносто семь. Триста пятнадцать. Поздравляем. Инночку поздравляем. Напишу имя. Инна. Вот. Далее у нас 15. Так, пролистаю. Так, 14, 15. Тарасевич Ольга. Это директор нашего проекта. Кстати, часто очень выигрывает. Это говорит о том, что у Оли позитив прям на душевное сердце. Потому что только позитивные люди, которые вот мечтают, где-то летают, думают о хорошем. Вот у них всегда получаются выигрыши, розыгрыши. Так, поздравляем нашего директора с Беларуси, Ольгу Тарасевич. И 26. Так, 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 так. Вы уже, наверное, все посмотрели, да? 25, 26. Муратчина Оксана Васильевна. Так, регистрационный номер перепишу. Так, 708-789-055. Муратчина Оксана. Так, ну что ж, всех поздравляю. И поехали с вами сразу-сразу в наши плейлисты на YouTube-канале. Да, то есть, видите, изюминка 10 сегодня обновлена. И мой рост тоже обновлен сегодня. Очень много роликов сегодня прислали. Итак, в конкурсе «Мой рост» участвуют 15 участников. Это Валентина Веселова, Ольга Дерябина, Анна Султанова, Виктория Бордас, Юлия Богдашкина, Марина Лупьянова, Елена Максимова, Людмила Воронкова, Оксана Шторг, Алла Гасанова, два раза. Ольга Тарасевич, Мария Тёмкина, Валентина Табалевич и Наталья Дольберг. Вот у нас, значит, 15 наших участников. И поехали с вами в генератор. Значит, 15 участников и 5 человек по 1000 рублей. Итак, генерируем. Так, это у нас с вами рост. Конкурс «Мой рост». Значит, 1, 2, 4, 10 и 13. Так, все всё посмотрели, наверное. Я, как обычно, последняя. Так, 1. Веселова Валентина. Тоже уже не первый раз выигрывает. Веселова Валентина. Второй участник. Оля Дерябина. Поздравляю! Четвёртый участник. Виктория Бордес. По-моему, первый раз Вика выигрывает. Так, десятый, десятый участник. У нас с вами получается Алла Гасанова. И тринадцатый участник. Мария Тёмкина. Сегодня весь день с Машей переписываемся. Мария Тёмкина. Значит, рост у нас с вами готов. Веселова Валентина. Оля Дерябина. Виктория Бордес. Алла Гасанова. Мария Тёмкина. И перейдём с вами к изюминке. Всех поздравляю. Все молодцы. Классно. Мы участвуем дальше. Так, 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 так. Значит, шестьдесят шесть участников у нас с вами. Изюминки десять в этом каталоге. Вот, будем... Давайте я вам плейлист вышлю, чтобы вы могли посмотреть всех участников. Оля уже так привыкла, наверное. А, спасибо, как обычно, да? Оль, ну, это говорит о том, что ты позитивно настроилась. Молодец, молодец, здорово. Итак, шестьдесят шесть участников. Так, пять случайных победителей от одного до шестидесяти шестим. Исключить повторение. Сгенерировать. Итак, тринадцать, двадцать девять, сорок, пятьдесят один и пятьдесят восемь. Ну что ж, поехали с вами. Так, так, так. Итак, тринадцать. Так, это у нас Оля Тарасевич. Ольга Тарасевич. Как удачно, да, попадается. Ну, прям здорово. Так, двадцать девять. Так, то у нас там, то у нас там. Мария Тёмкина. Так, сорок. Кстати, и с Олей, и с Машей мы вчера очень плотно общались. Я, наверное, заразная, да? Сорок. Елена Тимошенко. Так, пятьдесят один. Татьяна Никифоренко. И пятьдесят восемь. Пятьдесят восемь. Ольга Дубяга. Та-дам-та-дам. Оль, сто лет ничего у меня не выигрывала. Ну, все, всех поздравляю. Изюминка у нас Ольга Тарасевич, Марина Тёмкина, Елена Тимошенко, Татьяна Никифоренко, Ольга Дубяга. Все молодцы, всех поздравляю. Огромные умнички. Да, кто-то удивился, да, молодцы. Много призов некоторые, да, собрали, ни по одному, ни по два. Все фотографии очень сильно жду в личку, потому что некоторых приходится искать, выпрашивать, по два дня ждать. Хочется прям сегодня сделать для вас фото, поздравить вас в группе, поздравить вас в чатах. Прям все хочется сделать сегодня. Давайте, высылайте поскорее все фотографии, которые вам нравятся, дорогие наши победители. Итак, поехали с вами далее. И у нас с вами получается новый рекрутинговый конкурс. Мы его назвали конкурс «Марафон от Кононовых». Да, то есть, в принципе, марафон-конкурс – это одно и то же, но марафон у него немножко другая цель. Цель – подучить, цель – еще что-то. Вот, но самое важное в конкурсе – это, конечно же, не только выигрыш, но и полученные знания от нас, потому что будет создан отдельный чат по марафон-рекрутингу, где гарантируется очень плотное сопровождение и ответы на все вопросы, если вы их будете, конечно, задавать. Я прям это подписала. Вот, что ж, участники все, все, вообще все, кто сейчас находится на планерке Кононовых от 0% до 19% включительно, с личным оборотом от 25 баллов минимально по итогам третьего каталога. Поставьте плюсики. Есть у нас такие? Сколько нас таких? Вот, победителей будет 6 или 7 человек. Призовой фонд у нас будет небольшой – 20 тысяч, но опять-таки я еще раз вам говорю, что гарантируется очень плотное сопровождение. Что я, что Антон, чат, отдельный чат марафона по похудению закрепит как в обязательные чаты, и прежде чем отвечать на какие-либо вопросы, мы в первую очередь будем просматривать переписку в этом чате, и если что-то, где-то какие-то ошибки будем поправлять. Если все хорошо, мы писать не будем. Вот, поэтому ваша задача не только там друг другу помогать, но и понимать, что марафон по рекрутингу создан, чтобы вы задавали туда вопросы по рекрутингу. Акция новичка, у меня не утверждается заказ, там, да, и т.д., и т.п. Это все можно задавать в обычные чаты. Вот, плюсики от участников, кто сейчас находится на планерке Кононовых, от 0 до 19% включительно, с личным товарооборотом от 25 баллов по итогам третьего периода. Итак, первая номинация, да, то есть это 10 тысяч на 2 номинации в победе. Эту номинацию может собрать 1 человек, а может собрать и 2 человек, да, то есть это самое большое количество людей, активированных балловым заказом, да. Директорам можно, можно, можно. Сейчас я дам ссылочку на чат. Директора могут там быть хоть круглосуточно. Вот, ничего страшного. Все туда проходите. Я вам сейчас дам ссылочку. Просто не вписывайтесь в участников конкурса, да. То есть я вам сначала все это покажу, все это объясню. Вот, нет, не с первой линии, не с первой линии регистрации, активированной балловым заказом, вы будете записывать сами. Но подождите сначала, давайте с вами все это обсудим, а потом у вас будут вопросы. Все директора, до единого, кто хочет там присутствовать, никаких преград для вас нет. Сидите, смотрите, сколько хочется. Поддерживайте свою команду и всех участников. Конечно, я буду только рада, если я уйду в магазин, а вы ответите на вопрос за меня. Конечно, я буду очень рада. Итак, две номинации в победе. На регистрационный номер Фаберлик вы сможете получить как призеры по 5 тысяч рублей каждый, или вы можете выбрать рекламу, которую запустит и настроит Антон Кононов. Честно вам скажу, что последние три каталога мы запускаем рекламу, и от 30 до 40 регистраций мы научились с этой рекламы ее настраивать, ее получать. Вот, для вас, с вашего лендинга, от проекта будет настроена или реклама, или 5 тысяч рублей. Вы сами будете выбирать, что вы хотите. То есть выбор за вами. Деньги на номер или запущенная реклама. Далее, кто хочет, чтобы мы вам запустили рекламу, пожалуйста, пишите в личку. Примерно 60-70 регистраций стоят 10 тысяч рублей. То есть мы сейчас это уже поняли, поэтому пишите, Антон вам настроит, если кому хочется. Да, то есть, чтобы получить в подарок, нужно поработать. Итак, 10 тысяч, вторые, вторые 10 тысяч разделят по 2005 победителей, у которых также будет или большое количество людей с активированным балловым заказом, или самый большой объем баллов, набранных вновь зарегистрированными. Да, то есть и количество, и качество мы будем оценивать. И пятерка лучших после двух самых лучших номинаций тоже будет награждена. То есть победителей может быть 6, победителей может быть 7, потому что кто-то, у кого-то много регистраций, но делают маленькие заказы, да, у кого-то мало регистраций, но люди у них делают большие заказы, да, то есть, допустим, кто-то зарегистрирует двух человек, да, и эти два человека там на двоих 300 баллов сделают, да, а кто-то зарегистрирует 20 человек, да, и суммарно эти 20 человек сделают по 10 баллов, да, то есть всяко бывает, всяко бывает. Это условия на четвертый каталог, да, то есть тот, кто хочет участвовать, но у него, к примеру, не выполнен какой-либо из критериев, да, вот к примеру, LO о 25 баллов. Пожалуйста, заходите, доделывайте и говорите, я была на твоей планерке, 25 баллов сделано, пожалуйста, меня в чат. Вот. Поэтому смотрим, поэтому смотрим все такое и давайте по-честному, да, давайте сразу по-честному. Я вам сейчас высылаю ссылочку, вы вписываете регистрационный номер, вы вписываете себя, у кого нет 25 баллов, пишите отдельно в строке, баллы будут сделаны и потом вступайте в чат. Всем все понятно? Поставьте плюсики. Конкурс будет длиться всего лишь 3 недели. Гарантируется очень плотное сопровождение и ответы на все вопросы. Личный, конечно же, личный оборот, не групповой, 25 баллов, LO. Личный оборот, сами должны их сделать. Так, хорошо, жестких условий, как вы видите, нету. В прошлый раз мы проводили здоровую конкуренцию, условия были жесткие, но победитель, я думаю, был рад. Кто помнит прошлую здоровую конкуренцию, также с сопровождением, также со всем, но там были жесткие условия. Если человек не нашел регистрацию с заказом, он вылетал. Да, ну вот как раз победительница кричит, о да, да, то есть Леночка у нас тогда выиграла 10 тысяч рублей. Да, да, да. Ну что ж, все, я вам сейчас высылаю ссылочку на Google Диск. В этом Google Диске вы видите, где писать свой регистрационный номер, где писать свой пароль, да, ой, не простите, регистрационный номер и фамилию отчества. И как только вы впишетесь, пишите, 25 баллов есть или нет, и после этого вы вступаете в чат. Ну что ж, всех директоров проекта, всех лидеров, кто выполняет критерии, кто сейчас на планерочке, все проходят по ссылочке и все записываются. Потом я уже закрою, да, то есть давайте мы с вами выделим на это 10 минут. Отдельно будет планерочка по этому конкурсу. Вот, и значит все будет хорошо, кому что-то непонятно, мы с вами будем собираться. Но мы с вами будем собираться только в том случае, если накопится очень много вопросов. Вот, также вам будет дана табличка и в этой табличке вы будете вписываться как в прошлой здоровой конкуренции. Да, кто на ней был, поставьте плюсики здоровая конкуренция. Вот, вам принцип будет понятен. старт конкурса первый день от начала каталога. Первый день. Все огромные молодцы. все хорошо. То есть у нас с вами еще будет одна планерочка. Вот, хочется сказать вам, дорогая моя команда, огромное спасибо за такой огромный рост. Я, конечно, была удивлена, нас нет, новые умнички. Всем желаю удачного подтверждения в нашем двухнедельном каталоге. Все, кто прирастут, это просто супер-супер. Условия будут в чате, табличка тоже будет закреплена сверху в чате. Это уже будет вторая планерочка скорее всего будет завтра. Она будет в записи, если вы ее пропустите, не переживайте, самое главное было быть на этой. Так, Наташа так и не смогла войти в чат. Наташа, ты копировала ссылку, вставляла ее к себе в переписку в Телеграм? Вам спасибо, дорогие мои. Конечно же, не забывайте, что самое главное, что мы с вами команда и прошу помнить всегда, что ваши директора всегда с вами рядом. Не забывайте им писать свои вопросы. Наталья, да. Наташа, теперь ты, не знаю ни фамилии, ничего твоей, ты мне пишешь в Телеграме и я тебе высылаю ссылку в Телеграме или добавляю тебя в чат Телеграм. Если никак, ни с каких сторон вы зайти не можете, но в табличку успели вписаться и у вас все хорошо, вот, то тогда пишите мне уже в личку. Я сейчас свой Телеграм помещу в марафон по рекрутингу. Сейчас вот где ссылка, напишу Телеграм свой. Телеграм Ани. Так, плюс 7 919 500 Так, 519 забыла 14 57 Бывает такое, когда несколько раз повторяешь. значит, Телеграм Ани, если что, находите и пишите. Ирина Лопухова Пенина Все равно нужно переименоваться. Именно свой Телеграм переименовать. Так, ну что ж, 105 участников так и осталось у нас с вами. Ой-ой-ой, какие мы все разноцветные. Так, еще, смотрю, двое человек вписывается. Так, Радыгина Гузалия вписалась вот еще 125 номером. Ага, хорошо, ну давайте вписывайтесь. В общем, на этом я заканчиваю свой вебинар. еще раз ссылочку вам пожалуйста я высылаю. Будьте добры все вписаться, чтобы потом не было обиженных. Кто никак не может, Телеграм в ссылке, да, то есть все вы видели, что когда вы проходите по ссылочке, пишите номер, пишите фамилию, имя, пишите заказ, пишите обязательно ну все, если все написали и пишите мне, если у вас что-то не получилось. Обязательно пишите мне где-нибудь в течение часа мы всем ответим. Главное не переживайте. Сейчас вопросов будет много, я так думаю около 50, будем решать по мере поступления проблемы каждого, кто не смог очутиться в марафон чате. Ну что ж, всех целую, всем спасибо, спасибо вам за ваше желание расти, вы нас вдохновляете, мы вдохновляем вас, все взаимно, всех целую, всех люблю. Табличка закроется, так, только завтра баллы смотрят, так, значит, пишите мне, пишите мне, кто закрыл баллы. Да, то есть табличка сейчас закроется, я ее оставлю 10 минут и закрою ее. Ну что ж, всем пока. Она будет доступна к просмотру, но писать через 10 минут вы уже туда не сможете. Ну, сами, наверное, знаете почему. Ну что ж, все, пока-пока. я не могу. Ну, я не могу. Продолжение следует...